Всем привет, доброе утро. У меня сегодня такой сюрприз. Утро не ожидает, смотрите. Сегодня 7 июля. У нас с Денисом годовщина свадьбы. 16 лет совместной жизни. Будильник прозвенел. Мы встали, Денис ушел. Приходит с цветами. И я цветочки снимаю. Я вообще даже не ожидала, если честно. Мы как-то не справляем. И особо-то... Ну, даты и даты уже. Очень красивые. И вот еще такой подарок. Но это для нас двоих. Давно хотели приобрести себе фильтр. Ну, я говорила, у нас жесткая вода. Фильтр такой, который был у нас в квартире, мы не стали ставить. Решили кушать ему вот так. Так что, вот такие у нас подарочки. Такие красивые цветы. Вот так началось сегодня мое утро. Очень приятно. И я вам показала сейчас отрывочек утра 7 июля. В этот день у нас с Денисом была годовщина свадьбы. У нас в этом году ровно 16 лет совместной жизни. Представляете, даже не верится. Я не знаю. Вроде бы 16 лет прошло, а мы по-прежнему не надоели друг друга ни капельки. И мы обожаем быть вместе. И уже через день, в воскресенье, у нас с Денисом по этому поводу были гости, семейная пара. Тут я накрываю на стол. В принципе, ничего особенного не будет, так как мы будем всего лишь четвером сидеть. Одно горячее, пару салатов и чай с тортиком. Как раз расскажу вам о своей новой посуде, которую приобрела специально для праздников. У меня вся посуда в основном белого цвета, такая обыденная. А мне хотелось иметь дома хотя бы один набор праздничной красивой оригинальной посуды. Мне кажется, такой должен быть в каждой семье специально для праздников. Но, как вы знаете, цены сейчас кусаются, особенно на посуду. Они не маленькие. Поэтому я долго выбирала и нашла на Вайлдберрис. Кстати, потом я узнала, что эта посуда продается не только на Вайлдберрис, но и на Озон, и на Яндекс.Маркете. Это посуда от компании Артик, которая поставляется напрямую от производителя, поэтому не имеет бешеных наценок. Как это делают обычные магазины. Чаще всего продают дешевую посуду по цене премиальной. Вся посуда идет с алмазной гравировкой или золотым напылением. Все это ручная работа. У данной компании свои уникальные запатентованные технологии. Декорирование стекла. Я выбрала 6 тарелок диаметром 26 см. 6 стаканов и чайный сервис на 6 персон. И вы не поверите, вот за всю эту красоту, которая сейчас находится на столе, я отдала 2400 рублей. Мне кажется, по нынешним деньгам, по нынешним временам, это просто даром. Моя посуда идет с золотым напылением. Кстати, если вы не знали, это хит 2023 года. Такая посуда сейчас в моде и в тренде. Посмотрите, как она сверкает и переливается на солнце. Сразу создается впечатление праздника, помпезности. Я очень довольна своим выбором, да еще и за такие деньги. Вообще, это не все. Я еще буду докупать, потому что хочу все в одном стиле. На сайте широчайший ассортимент. Можно приобрести разные предметы из одной коллекции. Я хочу еще докупить салатники и вазу. Есть еще также рюмки, фруктовницы, фужеры и многое-многое другое. И все это, ребята, ручная работа. Обращаю ваше внимание. Посмотрите, как упакована посуда. Все изделия поставляются в подарочной упаковке. И имеют дополнительную гофроупаковку для сохранности при доставке. Я вообще была удивлена и поражена, что так тщательно относятся к доставке. Спасибо огромное производителю за то, что они так тщательно заботятся о своих клиентах. Такой набор станет отличным подарком для близких и друзей. Украсит любой праздник или просто домашнее чаепитие. А также ужин с любимым. В общем, я приобрела и ни разу не пожалела. Просто не нарадуюсь. Красивая, легка в уходе. И вам тоже советую. Ссылку обязательно оставлю внизу под видео. Проходите, смотрите, ознакомьтесь с ассортиментом. И вы будете удивлены ценам. Я уверена, что каждый найдет для себя что-то полезное. Праздники закончились. Пришли обычные будни. Мы тогда отлично посидели. Это я уже снимаю, наверное, дня через два. Все, кстати, спрашивают, что подарили. И так как люди впервые у нас дома, они, когда приходят, они всегда с подарками. И практически все с деньгами. Ну, сейчас, наверное, это самый актуальный подарок. И заловка, и друзья подарили денежку. Мы потом себе что-нибудь для дома приобретем. Но у меня обычные будни начались. Я перемываю обувь. У нас, так как мы живем сейчас в микрорайоне, дороги здесь не все асфальтированные. И вот ходишь, это пылище, она обувь не грязная, она просто пыльная. Приходится практически каждый день мыть. В том, в чем я хожу, я каждый день мою. Ну, тут еще вот вымол денискины шлепки такие уличные, в которых он ходит каждый день на улицу. Тоже были пыльные, уже грязные. И я решила все поперемыть. Многие у меня спрашивают, вот ты дома, постоянно дома. Я не постоянно дома, это просто вам кажется. Чаще всего я снимаю в выходные дни. Ну, и так совпадало, что я два раза лежала в больнице. Потом у меня был долгий больничный. А потом отпуск. И поэтому совпало, да, что я практически, наверное, месяца полтора была дома. И у всех создалось впечатление, что я вообще на работу не хожу. Нет, конечно же, я никуда не уволилась. Я работаю, как и прежде. Что, жучок, завершил уборку. На зарядку идешь. Обожаю вот этого своего жука. Самый мой любимый, один из любимых. Сам все уберет, сам идет заряжаться. Везде как пороги все переступает. Ну, вообще все нипочем. Сам себя чистит. Вообще классный пылесос. Не перестаю говорить. Никто мне за эту рекламу не платит. Но он самый лучший из всех, которые у меня были, ребята. Это вообще просто умнейший. Умничка. Я его обожаю. У меня работает ежедневно. Каждый день он убирает все мои 100 квадратов. Все, убрался. Видите, сам заехал. Сейчас пыль. Выполняю зарядку. А, ну значит, бак еще не полный, поэтому пыль не уходит. Ну что, а у меня сегодня опять гости. У меня вообще это неделя такая, знаете, каждый день. Нет ни одного дня, чтобы не было гостей. У нас то друзья, то моя подруга вчера была, то, значит, заловка вот тогда приезжали. Сейчас приезжает, приходит младшая заловка. Я их называю старшая и младшая. У Дениса, кто не знает, две сестры. Денис самый старший. И после него вот еще две девочки, две мои заловки. Сейчас придет в гости младшая вместе со свекром и с племянником к вечеру. Тоже иногда, ну не часто, конечно, но иногда попадают такие комментарии. Пишут, вот у вас никого не бывает, вы всегда одни. Это, конечно же, не так. Бывают и часто бывают. Но последнее, особенно последнее время, я тоже никого не снимаю. Это тоже одно из изменений, которые во мне произошли вот за время блогерства. Раньше я старалась всех и каждого снять, хотя бы чуть-чуть. Потому что, ну знаете, бывает такое, пытаешься, когда пишут, что вы там одни, у вас никого нет, ни друзей, никто к вам в гости не ходит. И прям хочется доказать, что кто-то есть. А сейчас мне вообще параллельно на это все. Все, кто что думает, кто что считает. И я не хочу усветить, особенно близких людей. Часто за столом совершенно не для лишних ушей разговоры. Поэтому я могу снять какой-то маленький кусочек, когда вот гости только пришли. Или со стороны как-то снять стол, как все сидят. Чаще всего в кадр попадают мои родители. И поэтому у всех складывается ощущение, что у нас в гостях исключительно только мои родители. Нет. Просто кто-то не хочет вообще сниматься. И это тоже право человека. Зачем они должны сниматься, потом выслушивать о себе, читать комментарии, что кто-то не так одет, кто-то не так выглядит, кому-то еще что-то не понравилось. И я не хочу, чтобы моих родственников обсуждали. Я сама веду канал, меня обсуждайте хоть вдоль и поперек. А моих друзей и родственников не надо. Вот так. Поэтому мне, естественно, все сразу сказали, ничего не готовь, не суетись. Мы придем только попить чай. Но, конечно же, мне хочется всегда накормить людей, которые ко мне приходят. И я, да, могу поставить чай, конфеты и печеньки, когда я сильно тороплюсь или когда я только с работой. И у меня такое бывает. Ничего там тоже страшного нет. Можно и покупной торт купить. Но так как я сегодня дома, я хочу попробовать. Думаю, у меня получится. У меня еще три часа до их прихода. Испечь пирожки. Я уже тут все подготовила. Подготовила хлебопечку. Сейчас закрою и поставлю. Просто знала, что буду снимать. А она шумит. Вот. Здесь буду готовить плов. У меня рис. Он залит кипятком. Заливаю кипятком, потому что белок сворачивается. И потом плов получается рассыпчатый. Не надо его мыть 10 раз. Рис. Один раз кипятком залили и все. Это для плова. Тут чуть-чуть пережарю лук. Что-то добавлю в эти пирожки. Пирожков делать много не буду. С двумя начинками. Картофельное пюре и яйцо с луком. Все. На этом все. Вот такой у меня будет стол. Я вот так жду гостей. А Стишандр вот так ждет гостей. Да, Стишандр? Ей и все. По барабану. Сегодня постелила новый пледик от Василька. Тоже вам как-то показывала в распаковке. Не знаю, кто смотрел, тот видел. Кто перематывает рекламу, тот не видел. Такой пледик красивый. Очень мне понравился и смотрится здорово. И цвет у него такой прям приятный-приятный. Как, не знаю, как мне напоминает мороженое какое-то. Он махровый. Не синтетический, а именно хлопковый махровый. Как полотенце. Что Стиш, валяешься, да? Хорошо тебе? Осень и жарище у нас опять. 33 градуса на улице. Опять залетели. Идите уже. Придется поставить сетки на окна. Ох, здесь больше, конечно, чем... Вчера была, говорю же, моя подружка в гостях. Смотрите, набрала зверобой. Положила сушить. Она говорит, она тут ходила на участки. Ей очень понравилось у нас. Она говорит, Ален, ты знаешь, что у вас на участке зверобой растет? Я говорю, нет. И она собрала. Оказывается, правда растет. Вон он желтый. Его много по всему участку. Она говорит, собирай на чай. Я говорю, у вас тут вообще хорошо. Ягоды лесные, зверобой, все на участке растет. Скоро это все скосится. А еще меня привлекает вот эта трава. Здесь вы не поймете. Наверное, выду и ее соберу тоже. Поставлю вот сюда в букетик. Она будет хорошо смотреться. Ну что, тесто у меня почти готово. Подходит. Начинка тоже практически готова. Здесь растопила масло. Сейчас эту начинку полью сливочным маслом. Соль у меня уже там добавлена. И одна начинка будет полностью готова. Перемешиваем. И все. Можно уже печь пирожки с луком, с яйцом. Я что-то думала, маленько начинки. Я получилась очень даже немаленько. Посмотрим, сколько будет пирожков получится. Теста не очень много. Я не хотела много печь. Так вот, чтобы все съели и ничего не оставалось. Так, здесь у меня сварилась картошка. Тоже сюда вылью сейчас маслице маленько. Делаю ее в потолку. И будет у меня вторая начинка готова. И останется мне лук пережарить и плов сделать. Но плов будет чуть-чуть попозже, потому что, чтобы он был горячий. Ну а я тем временем приступаю к лепке пирожков. Сразу прошу удалиться особо чувствительных. Кто не любит, как я леплю на столешнице, не любит, что я облизываю ложки и так далее. Можете не смотреть или промотать. Вот. Ну, леплю я по-прежнему на столешнице без всяких ковриков. Так я привыкла и так я и буду делать. Я и в той квартире так лепила. Многие удивились, что у меня столешница выдерживает все, что я говорю. Ну, это действительно так. И ваша столешница тоже выдержит. Поверьте, ничего с ней не будет. Просто вы путаете. Столешница, она не для красоты. Столешница – это рабочая зона. И многие у меня спрашивали, что это за такая суперстолешница. Вот я не помню. Это то ли фирма «Скиф», то ли «Егерь». Я пыталась найти договор, но мы с Денисом так и не смогли его найти. Мы обычно такие документы и не держим. Мы их сразу от них избавляемся. И цвет спрашивали. Вы знаете, я когда выбирала, там было всего две расцветки такие. Один был точно «Дуб Ватан». Но он мне не понравился, потому что он уходил в рыжину. Такой рыженький был. А вот этот такой более нейтральный. Поэтому я выбрала этот. Но вот как он называется, вот хоть убей, я не помню. Не могу сказать, девчонки, кто спрашивал. Я думала, что найду документы, но у меня их не оказалось. Леплю пирожки. Тесто то же самое, которое я делала, давала в первый раз. Кто-то делал, говорит, отличное. Кто-то делал, сказали, не получилось. Но тут уже я не знаю. В общем-то, если не получается, значит, нужно другой какой-то рецепт искать. У меня вот отлично получается с этим тестом. Я прям его обожаю. Единственное у меня было здесь неудобство в том, что у меня очень сильно отросли ногти. Моя девочка, которая делает мне маникюр, Оксана, уехала отдыхать в Сочи. И вот я теперь без этого страдаю. У меня сильно отросли. И настолько сильно, что мне просто уже даже больно ногти, неудобно. И я вот кое-как лепила пирожки. И мне постоянно ногтем тесто задевало, и оно рвалось. Вот, кое-как уже сделала. Но видео все равно где-то недельку опаздывают. Поэтому на данный момент ногти уже сделаны. Так что не переживайте, все хорошо. Пирожки все с удовольствием поели. В общем-то, особенно пользовались спросом пирожки с зеленым луком и яйцом. Хотя я изначально их даже не хотела делать. Но вот больше всего понравились эти пирожки. Я не снимала нашу встречу, потому что если вот Ирина, она как-то более лояльно к съемкам относится, то Марина у нас против съемок и вообще против того, чтобы я рассказывала о ней на канале. Поэтому я уважаю ее выбор. Она не хочет. И поэтому я никогда не снимаю, когда они в гостях. Поэтому вы не увидите. Но посидели хорошо. Также по родственным. В общем, провели вечер и они уехали домой. И я не только успела приготовить, пожарить пирожки, там приготовить маленечко стол. Но и пока гости еще не пришли, до вечера у меня есть время, я решила прополоть грядки. Уже довольно-таки заросли. Ну, сами грядки нет, а вот дорожки между ними заросли. Ну и вы знаете, я попыталась прополоть, особо у меня не получилось, потому что там растения такие с длинным корнем. И я, получается, выдрала только верхушки. Нужно выкапывать прям. Так как у нас сейчас жарко на улице, сухо, они не выдираются просто так. Нужно лопаточкой их поддевать. Но я и не стремилась там к особой чистоте. Мне так чисто визуально на глаз, чтобы дорожки были более-менее нормальные. Остальное потом прорастет опять и уже мы лопаточкой их вырвем. Ничего страшного я в этом не вижу. Грядки нас радуют. Мы вообще даже не думали, что на этой земле что-то вырастет, потому что она была совершенно неудобрена. Но вот, как видите, все растет. А еще у меня тут постиралась стирка. И так как погода хорошая сейчас, я стараюсь сушить на улице. Вот так ставлю сушилку тут среди травы. И развешиваю вещи. Урожай. Это земляника, малина, крыжовник, красная смородина и два ведра, черный. Смотрите, какая крупняцкая. Вот. Смой ноготь. Это все, конечно, не мы вырастили родители. Сейчас буду морозить. Ну и, конечно же, большую часть ягод я буду морозить. Я сама очень люблю мороженую. Особенно смородину, вот черную. Я ее не мою перед заморозкой. Потом промываю, когда достаю. Ну, когда уже достаю для того, чтобы кушать. А если она тепловой обработке подвергается, то я думаю, вообще ей ничего не будет. Ну, мы ее собирали с куста. Она вообще была не грязная, поэтому мыть ее не стало. Отправила в заморозку. Мама будет варить варенье какое-то. Мы тоже с Денисом в итоге потом перекрутили смородину. Тоже сделали такое живое варенье. Отправили в погреб. Ну, а здесь я немножко занималась лего-конструктором. Все перекладывала из одного ящика в другой. Вроде бы их много, а уже практически все забиты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok